Всем привет! Сегодня у нас будет информация о Турции. Мы поговорим о праздниках, о важных праздниках в Турции, Байрамаха, как они Байрам, да, по-турецки. Но мы поговорим, в частности, о один праздник, который недавно прошел, День Учителя в Турции. Я вам про него немножко расскажу. Праздников в Турции довольно-таки много, немало. И они, как правило, все связаны с политикой, с культурными моментами, историческими моментами в Турции. День Республики, День Турции, День Рождения и Смерти Ататюрк. Он вообще просто, в принципе, светское государство, он создал Турцию, вывел в светское общество. Например, дальше, что он, Байрам, религиозные праздники, это Курбан, Байрам, например, да. Праздники из таких вот социальных, вот здесь и сейчас, просто мне на канале об этом особо не рассказывала, очень важен праздник День Учителя. Потому что само слово учитель, оно очень важно здесь. Учитель, наставник, преподаватель и учителя работа, она очень почетная, как медика, уважительная. Медик, учитель, полицейский, военный. Пожарный, ну, что-то не особо там на слуху, вот мои личные ощущения. На вот эти вот складе, это люди с хорошей, средней такой зарплатой. Ну, не супер, конечно, поверьте, не миллионеры у нас тут учителя. Но это, когда говорят учитель, там, или врач, это здесь очень уважаемая работа. Она тяжелая. Среди детей тяжело работать, да, это нервные клетки тяжело восстанавливаются. Это тяжелая работа и очень уважаемая, почетная. Вот слово почет, если говоришь, ты учитель, или даже ты нянечка в детском саду, там, какой-то помощник где-то с учителем, это все. Само слово Red Man, учитель, все. Это прям респект тебе. Почему? Ну, потому что, в принципе, сейчас поколение, которое, да, у нас идет и родителями старшими, время фанатов, поклонников татюрка, татюрк-учитель. Отец всех турков, да, учитель, который нас научил грамоте, жизни, взглядом. И вот учитель, ассоциация сразу идет с татюрком. Это очень большой пласт, это вот патриотизм, вся вот эта история. То есть параллель, какая идет учитель, равно патриотизм, любовь к своей стране, к родине. А татюрк нас учил. Поэтому учителя — это почетная профессия. Про зарплаты. Я сейчас не могу сказать точно, какая зарплата в связи с экономической ситуацией, я не особо в курсе. Но это средние зарплаты, это не очень высокие, но не самые низкие, не там прям прожиточный минимум. Естественно, в государственных школах они тоже получают, в принципе, на уровне как в частных. Но некоторые в частных, в элитных каких-то заведениях, частных, сетевых, крупных институтах и школах, там, конечно, зарплаты в разы вообще выше, потому что там другой уровень преподавателей, языков и тому подобное. Я не про это, а про сам праздник день учитель, а как он в Турцию проходит. Это вообще не то, как в России. Чуть-чуть что-то похожее, но отношение совсем, видите, отношение совсем другое. Это очень важный праздник. Настолько важно, что даже в этом году, в момент, когда экономическая проблема, во вторник все ждали выступления президента. Ну давай скажи, что по курсу доллара. Вся страна в замирании сидит. Люди потом в протест на митинги выходили в ночь. Почему? Президент выступал с поздравлением. На следующий день будет 23-го он выступил, 24 ноября. У нас день учителя. Он 23-го выступает. Когда все на измене сидят про курс доллара, он хвалит учителей. Там 10-15 минут речь была о его прямом выступлении. С трибуны он хвалит, поздравляет учителей, благодарит их. Вот вы учителя жизни, у вас самое дорогое наши дети. Вы учите не только знанием, а жизни. И вот эти вот все пафосные, красивые слова благодарности. То есть понимаете, насколько это важно, что в этот критический момент он учителей вышел поздравлять. Это бы так и было, даже если мы не берем экономически-финансовый вопрос сейчас в стране. Это очень важно. Даже на таком уровне. Вы много видите выступлений в своих странах, когда на день учителя, там учителя есть трибуна, президент поздравляет 15 минут. Отдельно выделено, на каналах все выключается. Вот поздравление как на Новый год. Днем учителя поздравляют. Как здесь в школах, садиках это происходит? Здесь дарят подарки классным руководителям, учителям, коллективам и так далее. Немножко разная история. Есть кто собирают деньги на один общий подарок, как в России, на подарок учителю. Это я больше не слышала в государственных школах такое происходит. Или в садиках воспитателю на подарок. То есть все складываются, родительский комитет. Все как у нас. Я расскажу, есть еще вот в нашем садике, у меня дочка еще ходит в садик, как у нас принято. Можно принести какой-то подарок, угощение. Я вот тут, например, на килограмм, там полтора-два, баклавы можно купить. Не тортики. Это здесь не та история. Это не подарки, сладости какие-то. Здесь дарят конкретные вещи. Например, на коллектив, там, директору и другим учителям попить чай можно отнести. Сладости какие-то. Учителю в частности дарят очень такие бытовые домашние вещи. Подсвечники. Набор очень круто здесь. В смысле, прям вот в тему попадете. У кого-то детки просто я вас научу, да? Передам вам знания. Кофе-сет, например, чашечки для кофе. Набор для чая, посуду, стаканы, красивые фужеры, подсвечники. Вот что-то керамическое, вот такая история. Или набор, там, например, красивая, какая-то скатерть дорогая для стола, там, праздничная. Тоже зайдет. Цветы. Но цветы здесь, ну, в букетах дарят. Нормально, окей, классно. Но очень здесь любят дарить цветы в горшках. Цветы с землей, которые уже цветут. Здесь очень женщины любят цветочки, и домой их уносят. Очень много, видите, балкона в цветах. Это тема, помните, про балконы как-то в Турции рассказывала. Цветы здесь очень любят, уважают. Цветок в горшке любому учителю за ура. Если они не себе оставят едино, она маме передарит, или свекрови, или еще кому-то. То есть это нужно, подарок пригодится. Или цветок и красивый горшок. Или подарить отдельно красивый горшок для цветка. Ну, с цветком, как правило, дарят вместе сразу, да? Просто горшок ты как бы не подаришь. Что-то красивое. Вазы тоже подходят. Какие там фигурки для декора, что-то вот керамическое, стеклянное, наборы какие-то. Вот магазины Караджа, Паша Бахче, English Home. Это вся та история. Что там есть, можно это, ну, не весь текстиль, конечно, не постельное белье. Но что-то красивое, декорационное для попить, для покушать. Сервировка стола, вот такое. Для женщин, потому что учителя в основном женщины. Мужчинам тоже дарят. Но учителей мужчин очень мало. Гораздо меньше, чем женщин, вообще, в процентном соотношении. Как поздравить учителя? Ну, отправляют, как правило, вот подарочек. Есть кто индивидуально дарит учителю подарок. Это тоже считается нормальным. Не когда в коллективе родительский комитет, когда каждый ребенок сам, если хочет. Это не обязаловка. Но мысль, конечно же, такая, вы сами понимаете. Позаботишься о учителе на день учителя, подаришь подарочек учительнице, лучше посмотреть за твоим ребенком. Естественно, да. Логично это. Хочешь наладить отношения с коллективом, учительским составом, с директором садика школы, отнеси. Помимо этого, например, учительского подарка к сладости, баклаву, например, курупаста какие-нибудь, печеньки и так далее. Учителям в учительскую чай попить. Здесь не дарят торты как таковые, здесь они не приняты. Здесь вообще вот паста по-турецки, торты, да, вот торты, они не очень вкусные. Это не та культура, как у нас в России. У старта можно не заморачиваться вообще. Тортики здесь делают детям красивые, там, двухэтажные на свадьбу, на день рождения детям. День рождения и свадьба. Это, да, торт. Может быть клево, классно, но не день учителя. Это не та история, это не та сладость. Здесь любят всякие печеньки, соленые печеньки. Сладкие печеньки, баклава, естественно, десерты турецкие какие-то, национальные виды сладости. Баклава уже разные, это же бывает всякое разное, там, всякие трубочки. Вот это история. Вот это можно, да, окей. Такого, чтобы какие-то пирожные и тортики, это европейская большая история. Здесь это, ну, примут, естественно. Десны расцелуют, поблагодарят. Это благодарность. Вот турку, подари какашку в конвертик, запечатанную в упаковку, красиво, скажет спасибо, я всю жизнь мечтала о такой какашке. Реально, дерьмо можно подарить. Скажу спасибо. Это принято, это хороший тон. Благодарить. Если не поздравить, сделать вот такой вид, типа не понравился подарок, здесь колготки подарят, тебя в десна расцелуют, понимаете? То есть, благодарить, это часть культуры. Даже если не понравился, никогда человек не покажет, что ему не понравился твой подарок. Все, примут, все. Но выводы сделают. Поэтому здесь очень часто подарки передаривают. Главное, когда ты передариваешь что-то, не подарить это обратно тому, кто тебе когда-то это подарил. Не забыть там со временем, понимаете? Такое тоже, это все бледется, соблюдается. И вот сейчас передаривают что-то. Это никто не обижается особо, честно, на это. Все многие понимают. Потому что есть так же много людей, которые дарят подарки. Так чисто, типа на отвалите, да? Не продумывая, чтобы человеку понравилось. Лично я в этом году, учительнице дочки, я покупала. У нас нет родительского комитета. У нас есть там, и нет у нас родительского чата. У нас есть специальное приложение программа, в которой учителя, садик, родители там видят информацию. Мы общаемся, мы даже там официально под контролем дирекции садика переписываемся с учителем. Все это запротоколировано. У меня есть телефон, я могу позвонить всегда учителю, или он мне вообще без проблем. Но я могу написать сообщение, если у меня ребенок заболел, например, да? Мне идет садик предупредить. Но я также могу написать, желательно написать в этом чате общественном в приложении нашего садика. Почему? Потому что это все задокументировано, все это как бы все официально. Все это все видят, там, директор, в смысле учителя, я имею в виду все, не другие родители. И поэтому у нас вот это подарки индивидуальные. Кто хочет поздравить, пожалуйста. Просто мы дарили букет цветов без корня, просто срезанный красивый букет цветами. И купила кофе-сет, кружечки для кофе-набор. Не просто так, чтобы она отвали, а с целью, чтобы человеку понравилось. Я выбрала стильные, красивые. На самом деле, те, которые бы я хотела, чтобы мне, например, подарили. Вот такой бы... Я всегда покупаю подарок, который бы мне тоже был приятен. Ну, если только что-то бытовое, там, поставушечки, какая-то женская такая тема. Чтобы мне самой было на свой вкус, конечно же. Я не знаю вкусу этого преподавателя. Но, скажем так, не стыдно подарить. И мне бы самой было приятно такой подарок получить. Вот такой подарок был. Я знаю, что где-то складываются родители, там, золото дарят, цепочку, например, колье какое-нибудь и так далее. У нас такого нет. И знаете, честно говоря, лучше вот так купил. Один отстрелялся и вообще голову себе не паришь. Вот такая история. Вот такой важный день учителя в Турции. Кто бы мог подумать, что это такой важный праздник. И желательно его не игнорировать и подарочки учителям дарить. Потому что, я повторюсь, здесь, естественно, идет задняя мысль всегда. Хорошо позаботился о учителе. Он когда-нибудь хорошо позаботится, присмотрит за твоим ребенком. Вот такая прямая корреляция идет. Что вы думаете об этом? Кто живет в Турции, расскажите. Как вы поздравляете своих учителей, если у вас дети, там, в садик школы уходят? Очень интересно, отличается это как-то или нет. Что вы думаете из других стран? Как у вас это происходит? Я жду ваших комментариев под видео. Пообщаемся, пообсуждаем. Если вам нужна моя консультация как психолога, пожалуйста, в инфобоксе всегда есть моя почта. Напишите письмо, консультация. Если хотите написать, прислать вашу историю для публикации, разбора видео, письмо от Анонима. Спасибо за внимание. Жду ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайтесь на канал.